На самом деле, сегодня в обществе совсем не ценится труд отца. Не ценился, по крайней мере, пока вот наше правительство не учредило такую высокую награду, которая, наверное, должна служить стимулом для отца как такового, как для главы семьи, как для того, кто утверждает какой-то семейный порядок, несет ответственность за свою семью. И это, конечно, замечательно, когда есть возможность поддержать, и как-то обозначить роль отца вообще в семейной жизни. А у супруги уже есть награды? Да, да. Она первая получила. А сколько деток? Девять своих, пятеро приемных. Итого 14. Но это было осознанное желание? Да. И благодарен Богу за то, что у меня такая большая семья, дружная, которая дает мне силы служить и Богу, и людям, и вдохновляет, вдохновляет и окрыляет. И вот мы стараемся как-то все делать совместно. Они поддерживают, по крайней мере, мое служение. Они сами участвуют и в церковной жизни. И супруга поет на клиросе, и работает с ветеранами. То есть стараемся участвовать в общественной жизни нашего маленького городка. Но, тем не менее, вот быть значимыми для того общества, в котором мы живем. Вы бы хотели, чтобы дети, которые стали многодетными родителями? Вы знаете, здесь, наверное, уже определено. Мы не поднимаем такие темы. Мы всегда толкаемся от того, сколько... Как сложится семейная жизнь, сколько даст Господь детей. Но о том, что они уже готовы стать многодетными, потому что выросли в такой семье, я думаю, это уже однозначно. Почему самым главным выучит из своих детей? Что главное закладывать? Человечность. Прежде всего человечность. Быть человеком. Все остальное прикладывается в процессе обучения, в процессе жизни, в процессе опыта. Но самое главное – быть человеком.